В этом видео я расскажу о вкладке генералы, или как еще называют о глобальной карте. Глобальная карта это стратегическая составляющая игры, которая представляет собой карту Европы со множеством городов, каждый из которых является полем боя. Каждый игрок может выступать как в качестве простого солдата, участвующего в боях, так и в качестве полководца, посылая войска в бой. Для участия на глобальной карте необходимо разблокировать режим войны, достигнув 10 уровня аккаунта. Чтобы попасть в бой на войне, можно выбрать конкретный бой на самой карте, или воспользоваться матчмейкингом. За участие в войне игроки получают больше опыта, и получают специальную валюту, необходимую для дальнейшей игры на глобальной карте, так называемые денежные средства. При переходе на вкладку «Генералы» необходимо выбрать сторону, за которую мы собираемся играть. Стоит отметить, что сторону можно будет сменить только после окончания войны. Для некоторых сторон может быть предоставлен дополнительный бонус в виде опыта и денежных средств. Бонус обратно пропорционален количеству игроков, участвующих в войне за эту сторону. Другими словами, чем меньше игроков участвуют в войне за фракцию, тем больше они получают бонус. Для победы в войне необходимо захватить 15 из 23 ключевых городов, которые обозначаются на карте в виде большой звезды. В начале очередной войны каждая сторона имеет по два начальных города, в районе которых могут быть размещены штурмовые группы игроков. Условно говоря, штурмовая группа – это набор определенных ресурсов, используемых в бою. Например, штурмовая группа моторизированной пехоты состоит из 90 пехотинцев и 30 легковых автомобилей. Обзавестись штурмовой группой может солдат 12 ранга и выше, или генерал. Генералы могут управлять штурмовыми группами всех классов, а солдат – только штурмовыми группами того же класса, что и он сам. Для покупки, улучшения и пополнения штурмовых групп используются отдельные валюты – денежные средства, они же варфунды. За участие штурмовых групп в бою их командир получает варфунды и опыт. Их количество зависит от степени участия штурмовых групп в этом бою. После покупки штурмовой группы, ее необходимо ввести под командование одного из солдат. Солдат может управлять ограниченным количеством штурмовых групп. Каждая штурмовая группа требует некоторое количество очков командования, которые солдат приобретает по мере роста ранга, или по мере прогресса нашивки победы в войне. Теперь можно приступать к высадке. Для этого нажимаем на иконку высадки группы или высадки всех групп сразу. После чего выбираем один из ключевых городов. Спустя некоторое время группа появится на карте. Время зависит от размера очереди на высадку, а не чуть позже. Если город в осаде, под ним высадить группу нельзя. Для высадки воздушных групп рядом с ключевым городом должен быть аэродром. После того, как группа появится на карте, ее можно отправить в бой. Штурмовую группу можно переместить, просто перетягивая ее иконку на любой город. Для перемещения нескольких групп сразу, можно выбрать их, используя клавиши Ctrl и Shift. Воздушные штурмовые группы могут перемещаться только по аэродромам в пределах синего круга и атаковать в пределах красного круга. Рассмотрим штурмовые группы подробнее. Группа имеет свое название, статус, состав группы и индикатор морали. Мораль – это ресурс, который расходуется по мере участия в боях и восстанавливается со временем. Она ограничивает количество использования штурмовой группы за определенное время. После боя победитель потеряет 10 единиц морали, а проигравший 20. Отступление также расходует 20 единиц морали. А при достижении минимального порога морали в 25 единиц, посланная в бой группа отступит автоматически и будет изъята с карты. При этом все ее ресурсы теряются, она сможет быть размещена повторно после полного восстановления морали. Как только группа столкнется с противником в городе, будет инициирован бой в режиме штурм. Если группы столкнутся на линии, соединяющей города, будет инициирован бой в режиме схватка или столкновения. Рассмотрим все этапы боя подробно. После столкновения штурмовых групп начинается первая фаза. 5 минут идет подготовка к бою. Это время дается на то, чтобы все группы успели подойти. После подготовки начинается следующая фаза длительностью 5 минут. Включается специальный алгоритм Battle Director, решающий, будет ли этот бой интересным или нет. Так, например, бой с малым количеством пехоты или наличием только танкистов, пилотов и разведки, интересным считаться не будет. Алгоритм рассчитывает интересность для всех сторон в бою. Если бой помечается как неинтересный, одна из сторон отступит, потеряв часть ресурсов и 20 морали. Если бой удовлетворяет требованиям, он становится доступен для участия в течение 60 минут, по истечении которых, если не будет достаточного количества игроков, бой разрешится автоматически. Победит сторона с большим количеством ресурсов. Однако ресурсы в таком бою потрачены не будут, но и варфунды или опыт игроки за такой бой тоже не получат. Победитель потеряет 10 морали, проигравший 20, и отступит, если это возможно. Если игроков будет достаточное количество, начнется бой по обычным правилам. Игроки, чьи штурмовые группы участвуют в бою, имеют приоритет на вход в этот бой. Бои на глобальной карте отличаются от инсценировочных боев. В инсценировках ресурсы сторон генерируются игрой в равных количествах для всех сторон и не могут быть пополнены посреди боя. А направления атаки неизменны в течение боя, и их всегда два, а ресурсы между которыми потелены поровно. В боях на глобальной карте же количество ресурсов зависит только от числа штурмовых групп самих игроков, которые могут быть также пополнены в ходе боя. Не забывайте, что вы используете ресурсы другого игрока, используйте их экономно. Что касается направления атаки, то их может быть от 1 до 5, распределение ресурсов по ним также зависит от игроков. Новые направления атаки могут быть открыты в течение боя, но закрытые направления не могут быть повторно открыты. Чтобы ознакомиться с соотношением ресурсов в бою, необходимо кликнуть по иконке города. Наводя на точки входа, можно подробнее ознакомиться о количестве ресурсов на каждом направлении. Также можно выбрать конкретную линию на карте, но только если город находится в радиусе видимости ваших групп. Чтобы разместить группу на определенном направлении, ее необходимо послать именно с той стороны города, где расположено это направление. Для обороняющихся направление не имеет значения. После боя в случае победы атакующих, они займут город, а защитники отступят, если это возможно. В ином случае отступят атакующие, а защитники останутся на своей позиции. В случае боя на соединяющей линии, победитель продолжит движение, а проигравший отступит. Если после боя штурмовая группа пехоты, разведки или десантников теряет всех солдат, она изымается с карты, а вся оставшаяся техника отправляется в общий запас фракции. Штурмовые группы танков и самолетов изымаются с карты в случае потери всех солдат или всей техники. Если группа потеряла не все ресурсы, то их можно пополнить. Для этого необходимо нажать на иконку пополнения. Можно пополнять одну группу отдельно или все сразу. После этого группа встанет в очередь на пополнение. Как только ресурсы станут доступны, подкрепления появятся у ближайшего ключевого города и автоматически двинутся в местоположение штурмовой группы. При этом, в отличие от высадки, подкрепления разных ресурсов могут быть высланы независимо друг от друга. То есть подкрепления пехоты могут быть высланы в то время как техника все еще будет находиться в очереди. При этом штурмовая группа может свободно продолжить свое перемещение. Движение подкрепления также можно управлять. Это необходимо делать, чтобы избежать попадания подкрепления в бой. Перейдем в штаб. Здесь можно управлять своими штурмовыми группами. Вводить под командование, покупать, улучшать и так далее. За участие в бою штурмовые группы, помимо опыта для своего командира и варфундов, получают также и свой опыт. По мере роста опыта, группа может быть улучшена. Также можно ознакомиться с общими ресурсами фракции. Каждые 10 минут фракция производит определенное количество каждого ресурса. Если производится меньше, чем требуется игрокам, появляются очереди на высадку, о которой говорилось ранее. А на этом пожалуй все. Оценивай видео, делись им с друзьями и подписывайся на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!